Приветствую, друзья. Не слишком же радостно, когда зарплата вроде растет, а вы при этом становитесь беднее. Но именно это происходит в России. Вот как вы определяете свой уровень благосостояния? Очевидный, но неправильный ответ по размеру зарплаты. Зарплаты же вроде растут. Более прошаренные в экономике зрители скажут, что помимо размера зарплаты также важен курс национальной валюты. Действительно, если ваша зарплата выросла, но курс доллара вырос еще больше, то в валюте вы стали получать меньше. Но курс доллара, по крайней мере официальный, постоянно снижается, уже достиг значений 2015 года. Получается, что средняя зарплата растет и в рублях, и в долларах. Но в то же время, даже по официальным соцопросам, россияне ощущают, что они неуклонно беднеют. Более того, этот процесс начался в результате еще крымских санкций. И ситуация будет только ухудшаться из-за новых санкций за вторжение в Украину. Тех самых, которые вроде как не наносят ущерба российской экономике. Это идет нам, безусловно, на пользу. Это диверсифицирует нашу экономику. По сути, помогает нам решать ключевую задачу. Хорошо. Давайте уже объясню и покажу, как люди становятся беднее на фоне роста зарплаты курса рубля. Что в последние 8 лет у нас происходит с зарплатами? По официальным данным, они растут. Средняя по России зарплата в 2014 году была 32 тысячи рублей. В 2022 уже 60 тысяч. Рост почти в два раза. Почти экономическое чудо. Но средняя зарплата – это лукавая цифра. Ведь она состоит как из зарплаты социального работника, так и дохода менеджера госкорпорации. Поэтому правильнее и честнее говорить о медианной зарплате. Это такая зарплата среднестатистического россиянина. 50% работников получают зарплату ниже нее, а другие 50% выше. Именно на основе медианной зарплаты рассчитывается МРОД. Медианная зарплата всегда ниже средней зарплаты, но в Москве и других крупных городах этот разрыв особенно силен. Московская средняя зарплата составляет 100 тысяч рублей, а медианная – только 66 тысяч. Как говорится, почувствуйте разницу. Но средняя и медианная зарплаты не учитывают неработающих граждан. Если посчитать их, то картина снова меняется. Средняя зарплата с 2014 года, как мы говорили, выросла с 32 до 60 тысяч. А вот средний доход, который включает неработающих граждан, только с 27 до 36 тысяч. Но к тому же люди не потребляют деньги. Они потребляют товары, продукты, услуги. И ваш уровень благосостояния – это то, сколько товаров и услуг вы можете купить на вашу зарплату. А с этим все совсем не радужно. Возьмем, например, сахар – базовый продукт. Но на средний доход в 2014 году можно было купить 742 килограмма сахара песка. В 2020 только 540. То есть покупательная способность якобы выросшего дохода на деле сократилась на 27%. В пересчете на сахар россияне с 2014 года стали на 27% беднее. Но может быть сахар не показатель? Нет, сахар – это еще хороший пример. Ведь его цена отслеживается антимонопольной службой. Килограмм говядины без костей подорожал с 2014 года на 75%. В два раза увеличилась цена рыбы с 292 рублей за килограмм в среднем по России до почти 600 рублей в июне 2022 года. Вместе с этим подорожали и овощи, и фрукты. Это и картофель, и капуста, и лук, и яблоки. Все это стало стоить в два раза больше, чем 8 лет назад. Стоимость увеличилась и у молочных продуктов. Если в 2014 году сыр в среднем стоил 389 рублей за килограмм, то сейчас за него придется платить 756. И это с учетом импортозамещения. Ощутимо ценники поднялись и на импортную продукцию. Чай – плюс 147%. Шоколад – плюс 123%. Растворимый кофе – плюс 68%. Самая дешевая «Лада Гранта» в 2014 году обошлась бы в 294 тысячи рублей. Сейчас такая стоит 680 тысяч. Меньше всего подорожал алкоголь. Коньяк, например, с 2014 года стал дороже всего на 18%. Видимо, чтобы люди могли иметь возможность напиться и забыть про рост цен на все остальное. Но даже дешевый алкоголь не может скрыть эту проблему от граждан. Власть понимает серьезность ситуации. Никому не нравится снижение доходов. Путин требует от правительства остановить рост цен. Объясняет рост цен мировыми проблемами. Только это не помогает. Все прогнозы говорят, что рост цен и дальше будет выражаться двузначными цифрами. Чтобы снизить недовольство инфляции, власти даже стали разгонять тезис об опасности снижения цен. Действительно, низкие цены – это страшная угроза. Хуже, наверное, только высокая зарплата. Но если серьезно, то там, где цены снижаются, это происходит не от хорошей жизни. Снизились цены, например, на московскую недвижимость. Ну, во-первых, они сначала выросли больше, чем вдвое с 2016 года, а потом упали чуть-чуть. Во-вторых, цены падают из-за отсутствия спроса. У людей просто нет денег на такие покупки. Денег нет сейчас, деньги у граждан не появятся и в будущем. Это не случайность, а устойчивый тренд. Соцслужба Russian Field провела интересный опрос об отношении граждан к войне с Украиной. Там есть очень любопытные цифры. 69%, например, поддерживают войну, но 62% мужчин не готовы лично идти на фронт. 60% поддерживает наступление на Киев, но 65% одобрят заключение мира. Меня там заинтересовал один показатель. 67% россиян вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку войны, а 12% согласны потратить на это не более 1 тысячи рублей в месяц. Эти цифры отражают реальное отношение сограждан к войне. Но помимо этого они отражают и непонимание фундаментальной вещи. Все россияне уже платят за войну из своего кармана. И платят гораздо больше, чем 1 тысячу рублей. Рост цен – это плата за войну. Падение реальных доходов – это плата за войну. Безработица, снижение ассортимента продуктов, падение качества товаров – это все плата за войну. И за плохое качество управления страной. После 2014 года российская экономика росла медленнее, чем мировая. Рост экономики – это не просто абстрактные цифры или место в рейтинге. Это показатель богатства или бедности граждан страны. Это зарплата и доходы. Это возможности для потребления и комфортной жизни. Как вторжение в Украину отразилось на росте ВВП? Есть прогноз о падении на 10%. Есть о падении на 4-6% в год. Заметьте, какой прекрасный заголовок. Улучшил прогноз падения. Все должно быть позитивненько. Чтобы вы понимали, такими темпами российский ВВП падал как раз в проклятые 90-е. Потом, с конца 90-х, когда реформы уже были проведены, экономика пошла вверх. А вот спустя годы смогли повторить. Нет, голод стране, конечно, не грозит. Но вот с мечтой о лучшей, более сытой и богатой жизни большинству россиян придется расстаться. Ваше будущее Путин разменял на свою несменяемую власть. На имперские мечты и красивую жизнь своих друзей. Он пришел во власть, чтобы обогатиться. И понял, что потеряет все, если уйдет от власти. И он развязал войну, чтобы остаться во власти навсегда. Эта война стоит и будет стоить каждому гражданину России очень дорого. Дорого и в моральном, и в историческом, и в экономическом смысле. А значит, пока война не закончится, пока у власти тот человек, который ее начал, Россия будет деградировать. А граждане будут беднеть. Даже если на бумаге их достаток будет расти. Счастливо вам.